У нас сегодня день свадьбы, оценили, свадебный макияж мой. Блестячий. Это что значит? Это все, что я могу сказать. То есть ты хочешь сказать, что тебе не нравится мой макияж свадебный? Махач у визажистов, они друг с другом немножко соревнуются, выглядят забавно. Моя визажистка сказала, что это макияж один из самых креативных, которые она делала на свадьбы. Ты угораешь? Я не угораю. А вы часто свадебный макияж вообще делаете, или вы больше так креативный, как там, я... У вас 4 тысячи, да, получилось? Да. Окей. Вот и все, ты замужем теперь. Во время проверки одного салона в красоты какой-то визажист сказал мне, что я похожа на нежную невесту. И я подумала и решила, что самое время вызвать визажистов с авито, чтобы сделать перевоплощение в нежных невест. Поэтому сегодня с Лианой мы пойдем на сначала макияж невесты, потом пойдем на традиционную прическу, как у невесты. Это видео посвящено макияжу, поэтому давайте начнем и посмотрим, насколько нежная невеста из меня получится. А еще было бы неплохо убраться, потому что на заднем фоне очень все плохо. Короче, Лиан, ты сидишь на свадебном платье. Человек ушел. Да, на заправке, ой, на парковке, да. Офигеть, очень красивое кольцо. Сейчас мы ждем визажиста. И, кстати, что я тебе предлагаю? Давай мы с тобой, скажем визажисту, делайте, как вы умеете делать. Мы не будем давать им референс. Типа классический свадебный макияж? Да, и посмотрим. Потому что будет странно, если мы скажем, что у нас у двоих одновременно свадьба. Это как-то очень разумительно. В итоге мы переиграли, поэтому мне будут делать рандомный макияж, а Лиане мы нашли референс. Ребят, вы меня, конечно, извините, но сейчас я буду убираться, потому что здесь находиться абсолютно невозможно. Что здесь вообще происходит? Почему? Почему? Как вы понимаете, даже поэтому уборка здесь будет очень долгой. Обычно, когда я убираюсь, я слушаю музыку. И сегодня не будет исключением, потому что мы тут надолго. Я знаю, что все мы слушаем музыку. Я хочу поделиться с вами промокодом на 60 дней Яндекс Плюс, куда входит Яндекс Музыка. На сервисе огромный каталог композиций, и каждую неделю появляются самые свежие релизы. Обязательно скачивайте приложение, используйте промокод, чтобы самим убедиться, насколько это удобно. На мой взгляд, тут самая умная система рекомендаций. И Рил я могу просто включать и слушать любую музыку, ведь она все время подстраивается четко под мой вкус. Ну и также очень важно, что здесь нет рекламы. Обязательно скачивайте приложение и используйте промокод, чтобы самим лично убедиться, насколько это удобно. Ссылочка будет в описании. Не забудьте, что промокод ЛИСА можно будет использовать аж на 60 дней с момента его активации. Первое впечатление от обоих визажистов у нас сложилось очень положительное, потому что все было очень хорошо. Девушки обе были супер человые, у них была красивая косметика, у них все было очень чисто. Они принесли с собой буквально все, что нужно было только принести, и все было супер приветливо. Поэтому реально на данном этапе, что я, что Лианы были супер довольны. Единственный момент, ну это если знаете, прям вот супер сильно придираться, это вот такой вот небольшой инцидент с Лианой, когда визажист хотел ей посоветовать сделать все-таки что-то более нейтральное, хотя мне кажется, даже одного взгляда на Лиану достаточно, чтобы понять, что вот более нейтральное даже на свадьбу в теории ей было бы не нужно. Получится сделать такое? В принципе, да. Ну что, свадебные? Я бы, конечно, не делала такую прям стрелку до бровей, что-то такое более аккуратное я бы хотела. Ну, я бы сделала, потому что мне в целом нравится какая-то такая стрелочка. Губы такие же не реальные, да? Над губами подумаем, посмотрим. В этот раз мы решили взять помещение, которое строго ограничено по времени, и визажистов мы заранее предупредили, потому что зачастую бывает такая ситуация, нам говорят, будем делать час, а мы в итоге сидим 7 часов. Так, единственный у нас важный очень момент получается, у нас время прям строго ограничено, у нас через 2 часа отсюда попросту. Да. Потому что мы арендовали это помещение, это открыт, да. Всё. Успеем по времени за 2 часа? Да, конечно. Супер. С стрелками, ну, будет и полтора, обычно, занимаешься. Угу. Да в среднем, как пойдёт. Угу. А смывать будете сразу макияж или нет? Нет, день похожи, чтобы посмотреть, как он будет. Как я хотела сказать, чтобы... Угу. Ну, жалко сразу красивые какие-то, смывайте. Ну, кто-то там, чтобы жених не увидел, кто домой едет. А-а-а. Чтобы хоть какой-то сюрприз был. Угу. Ну, а вообще, конечно, я наоборот, прошу походить хотя бы до вечера, чтобы понимать, и как кожа отнесла, кто у вас видит. Угу. Глаза-то будут стойкие, это я не переживаю. Угу. Больше за кожей. Угу. А часто бывает, что девушки без репетиции сразу делают макияж, как свадьба. Бывает, некоторым неохота или иные давления не хотят тратить. Угу. То есть, ну, и делаем там, посмотрим, работаем и спокойно отморить. Угу. Кто-то, наоборот, очень щепетильно, обязательно репетицию. Угу. Кто-то даже просит несколько образов сделать. Ну, да, мне кажется, это важно. Ну, кто-то знает хорошо, что он хочет, кто-то не очень. Угу. Кто-то не уверен, не знает, что пойдет, то есть нужно посмотреть и видеть себя в зеркало. Ну, даже если ты хочешь одно, что ты хочешь, если ты до этого служи с ним не работал, Да. То есть, не факт, что этот макияж конкретно тебе подойдет? Ну, вот, и лично я тоже бы вызвала. Да. Обязательно на репетицию, чтобы я бы для себя делала. А вы бы для себя вызвали бы визажиста, да? Ну, вот доверили бы. Обычно сложно мастера доверять. Очень сложно. Доверяясь другим мастерам. Особенно сейчас. Ну, у меня один раз свадьба была уже. Я сходила на репетицию, я думаю, ну, побуду невестой тоже. Угу. Пусть меня тоже накрасит, чтобы я ничего сама не делала. Это был такой кошмар. Угу. Ну, я не стала, посмотрим. Ну, да, да, да. Ну, и тогда это был такой тринадцатый год. А, ну, тринадцатый год, восемь тысяч, это вообще другие деньги. Да. Ну, я тогда еще только начинала, да, ладно, посмотрим. Угу. Чем меня человек может удивить, может быть? То есть, это было бы примитивно, но она даже мне тон в светлецом подборала. Угу. То есть, у меня было рыжее лицо. Подводка для глаз прыгала где-то вот там вот, на веке непонятно в каком месте. Угу. И прямо вот, ну... Это у меня просто была ситуация, когда я вообще не смотрела. И потом посмотрела, такая, оу. Ну, нет, во-первых, я так работаю, что я даже когда направление стрелки начинаю рисовать, я сначала вам показываю. Угу. А потом уже мы решаем длину стрелочки и так далее, как вам нравится. Угу. Что я сама знаю, что это такое, когда это вот просто сюрприз в Ярковске. Угу. Сам видите, у Лианы все достаточно хорошо проходит. А что тем временем происходит у меня? Мы сейчас с вами сразу с глаз, да, начинаем? Сначала с глаз, а потом с глаз. Хорошо. Кстати, пока не вы смотрите видео до конца, угадайте, у кого дорогой, а у кого бюджетный визажист совета получился. На самом деле нормально. Обычно это гораздо более неприятно. У нас сейчас хорошо, да? А теперь какие-то вниз и вниз. Угу. Вот, вот, вниз. Визажистка Лианы начала делать ей макияж с лица, мне же начали делать макияж с глаз. Сама, когда я делаю себе мейкап, я начинаю тоже с лица, с тональной основы. Но это нехорошо, неплохо. Просто тут, в данной ситуации, каждый визажист делает так, как ему комфортнее. Что еще хочу отдельным образом сказать? Извините, пожалуйста, за мое ужасное состояние кожи на этом видео. Дело в том, что всегда, когда я прилетаю с моря, всегда такая странная ерунда происходит. И это видео записывалось именно непосредственно сразу после моего прилета, чуть ли не на следующий день. Поэтому, да, здесь как-то так все выглядит. Сейчас мы обсуждаем мои ресницы, потому что почти всегда, когда меня начинают красить, никто не верит, что мои ресницы мои. Потому что они, типа, очень большие, черные и густые. Ну, хэзэ. Вот, как бы, такие большие, ну, если салонировать этот изгиб, вообще, прям, классно. На самом деле, звучит как план. А когда ты ламинируешь ресницы, потом их можно же, да, красить тушью? То есть это вообще... По-моему, там только в первые сутки что-то. Какие-то ограничения, да, есть? Да, а потом все может быть. А-а-а. Они еще со мной, потом, на второй, на третий день. Ну, разкушаться. Угу. Еще, да, что-то, как правило. Угу. И вообще очень важно сложиться. Прикольно. Мне очень понравилось то, что все инструменты были в идеальной чистоте. Любая пудра, которая у нас заставала, там не было даже, знаете, вот этих вот шметков от средств, было просто идеально. И потом, когда я пересмотрела видео, я поняла, что у мастера Лианы ровно такая же ситуация. Обычно спешекнули на кисточку, это какой-то спиртовой, да, раствор? Для дезинфекции или что это? Это обычная кисточка. А-а-а. Понятно. Первый раз просто вижу так. Так, мне что делать? Надо посмотреть. Вот так. Угу. Скоро глазки. Ну вот и все, ты замужем теперь. А вы давно макияжем занимаетесь? Ну, вот полноценно уже пять лет. Пять лет, да? Ну, я раньше это было в детство, с института еще как хобби. Угу. И я все никак не могла решить с этим, в это уйти полноценно. Угу. Родители были просто. Угу. Когда уже смогла родителям сказать нет. Угу. Закрывать. Тогда уже я сказала, все. Не могу я больше в этих офисах сидеть. Угу. Не хочу. Не передать, как все видео я кринжевалась, потому что мой мастер стоял буквально в такой позе. Она еще очень высокая. И явно этого стула было недостаточно, чтобы ей было комфортно. Тон хороший. Прямо. Я не знала, что это нравится. Угу. Ну, вот когда вы походите, я еще, конечно, отфиксирую вам. Угу. Угу. А у вас ресницы только лентой или пучками тоже есть? Нет, наоборот, только пучки. А, ну вот, да. Так просто пучки, это класс. Ленты, это какой-то какой-то. Да, вы рассказали про по всему глазу, а потом вдруг у вас только ленты. Угу. Ну, то я купюри, мы приклеиваюсь, там, смотрю, как подойдет. Угу. У меня есть, недавно была, которая должна была выйти сжавить. Нет, я там не хочу. Куда? Девять. С дома. А, ого. А еще она захотелось, чтобы я маме укладку сделала. Угу. И получилось, что я приехала к 6 утра. А-а-а. Ого. Сама я стала 4.30. А вы часто свадебные макияры вообще делаете? Или вы больше так креативные, коммерческие, как он там называется? Да нет, это чаще всего. Чаще всего, да? А, то есть, рука набита. Так, у меня посмотрю. Кому не знать, насколько тяжело красить мои глаза, но раз уж мы проверяем с вами свадебного визажиста, мне было безумно интересно, как она справится с такой задачей, потому что невесты бывают действительно разные, и не у всех открытое классное модельное веко, поэтому очень интересно, что будет. Блин, стрелки прикольно выглядят. А можно у вас спросить зеркальце? А-а, мне кажется, все-таки телефон немножко искажает. Любое. Ага. Ну. Такой глаз кошачий прям встал. Интересно. Вот здесь прям прикольный. Что ты там уже сделал? У меня уже шел. Ого. Прикол. А вот иначе есть сон, а у нас? Да. А вот сон иначе, да? А спасибо большое. О, да, так лучше. А за сколько вот именно в день свадьбы лучше вообще, ну, вызывать мастера, чтобы прям все точно успеть без авралов? Сколько он в среднем в день свадьбы лучше? Если прям макияж? Ну, да. Вообще полтора. То есть за полтора часа это более чем достаточно будет? Ну, я не знаю, смотри, как у нас работает. Не, ну, это понятно. Я сейчас конкретно про вас спрашиваю. То есть он быстро, да, делается? Хорошо. Это быстро, да? Да. Да, вообще, ну, в принципе, такой макияж делается, ну, я имею в виду вообще в среднем обычный час, вот так. Ага. Вот, иногда, да, конечно, бывает, что на съемках работаешь, когда быстро только для съемки не делаешь, чтобы, ну, ненавидия не отдохридироваться, да? Но только на съемках, там, ну, 20-30 минут. Да, на конкретно это быстро делается, ага. Ну, не такой прям, но ты просто, да, пытаешься что-то повторить. Просто когда время ограничено, тебе там два и три по три по три. Ну, я просто передачу смотрела, ну, на ютубе, и там невеста через 5 утра начинает собраться, чтобы в 12 быть готовым. Я такая, господи, какой ужас, по 7 часов они собираются, что они там в 7 часов просто делают. Бывает такое, да, что, ну, во-первых, полный образ, да? Ага, там полный образ на 53 минуты занимается. Ммм, с учетом прически, да? Да. Вот, еще, то есть, например, с утра там он фотографируется. Мне еще очень интересно, у меня после вас придет человек, который будет волосы делать, на меня стрижку очень рваная, очень короткая. Я вообще не представляю. А я не знаю, что вообще можно с этим сделать, потому что там все выглядит весьма специфично. Там вот это вот кусок хвоста, и везде оборудованные волосы. Ну, так что хочу послушать. Да-да-да, стрижка у меня такая. Вот, мне очень интересно, что мне еще предложат, ибо у меня идеи реально нет. Посмотрим, как дела обстоят у Лианы и ее стрелок. Если честно, когда я смотрела это видео на монтаже, я поняла, что мастер Лианы жалуется достаточно много. Но не то, чтобы это плохо, я понимаю, что это не самые лучшие условия, я не ставлю им лайк, и действительно неудобно нет гримерного стола в этом помещении. Но, тем не менее, моя мастер вообще ни разу мне ничего не сказала. Мне самой все время было очень кринжово, и я ей предлагала разные варианты. Хочите, я встану, хотите, я села, хотите, я лягу. Я была готова вообще на что угодно, лишь бы ей было комфортно. А мастер Лианы, напротив, постоянно говорила о том, что вот, я не уверена, что у меня что-то там получится, потому что мне не очень удобно. Вот. Не могу сказать, что это плохо, не могу сказать, что это хорошо. Это просто факт, который есть. Все. Если надо, я могу встать, например. Нет, 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 встанете будет высоко. Да, я все равно пониже вас. Угу. У вас какой рост? 168. У меня 158, поэтому. Да, да, да. Ну, сейчас посмотрим, накрывайте. Давай? Я вышла встречать курьера с кофе, буквально с одной стрелкой, и надеюсь, что я не испугаю курьера, и он переживет то, что у меня одна стрелка. У нас там такой махач у визажистов, они друг с другом немножко соревнуются, и выглядят забавно. Заказали кофе из Старбурга, смотрите, какая милота. Лианы ежедневно 60 человек станутся миллионерами. Ну, что за пуски вообще? Не, ну, отлично. Вообще, очень красиво все. Длина? Длина отлично. Так хотите, да? Да. То есть я специально по длине сделала, чтобы потом, если что, укоротить это гораздо легче, чем длине. Отлично, да? Да, рисуем второй глаз. Да, я уберу тут немножко. Из-за шрамик, да, ваш с вами здесь был ямочком. Может быть, да, может быть. Чуть тень получается, если на конце ямочки. Да? Все хорошо. Мне очень понравилось, что моя мастера была действительно крайне внимательная, и перед тем, как мы начали наносить тени, она у меня спросила, какие тени я желаю поярче, или все-таки сделать, чтобы они были более нейтральными и классическими. Думаете, незаметные сделаем, или лучше, наоборот, чтобы поярче было, чтобы сразу на фотографии, ой, чтобы там, не знаю, в тот же инстаграм видно было, как это выглядит. Как вы думаете? Ну, конечно, поярче, просто, ну, для вам комфортно. На эти штуки, естественно, пока внимания не обращаются, а потом замажутся. Это все на самом деле. Вот пока что делаем. Все? Угу. 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 Я пока еще не озвучила, что у нас не супер одинаковые стрелки, но мне нравится, что визажист сам все это видит, и она все сама управляет. Нормально все, да? Да. Это я просто управляю, чтобы они были одинаковыми. Ровненькие. Да. Чтобы они были одинаковыми просто. Единственные моменты, вот сейчас смотрю, да, а вот как будто бы вот этот вот глаз, он, ну, как будто стрелка ломается. Вам не кажется? Посмотрите. То есть я знаю, что у меня на этом глазу больше написания, но может быть тогда по-другому как-то стрелку попробовать нарисовать. Протянуть ее больше черным сюда, чтобы не так было заметно, а то он прям сломанная. Ну, или если не получится, там, мы бы тогда уже как-то посильнее затемнить, чтобы не так было заметно, что она падает. Хорошо. Хорошо? Спасибо. Посмотрим перед собой. Да. Прямо смотрим? Да, поняла. На самом деле мы можем оставить этот уголок, он меня никак не смущает, мы можем его просто, наверное, тогда вот тоже дорисовать. Пусть будет. Да, он меня вообще никак не смущает, вообще ноль смущения. Просто опустим. Либо делаются, да, такие, такие, как уголки. Да, да. Либо рисуется толще стрелочка сама. Ну, как бы, если мы ее сейчас сделаем, то очень-то будет, ну, прям совсем толще. Да? Тогда рисуем просто вам. Да, это действительно абсолютная правда. Если у вас разные глаза и один с нависанием, то одну стрелку нужно рисовать или шире, или делать этот вот уголок. Но при этом важно сохранить плюс-минус хотя бы небольшую симметрию, иначе стрелки будут совсем разные. Кстати, фан-фэкт, нельзя рисовать на разных глазах абсолютно одинаковые стрелки, потому что они будут выглядеть по-разному. Вы должны именно стремиться к тому, чтобы они выглядели одинаково, используя и комбинируя многие техники. Но это отдельная история, на отдельное видео, если что, оно тоже есть. Я это сказала только к тому, что я знаю, что очень многие визажисты об этом не знают, хотя это, ну, казалось бы, должны знать все. Угу. Да, хорошо. Даже с этими штучками интереснее смотрится макияж, поэтому мне прям нравится. Я сама в шоке. А, вам тоже нравится, да? А что, обычно не хотят такие штуки делать? Нет, ну, вообще креативно, если кто-то, особенно кто-то не хочет. Не-не. Ох, это было самое большое креативное, мне кажется. Ну, вот именно секретарьенский макияж брать. Да. Мне начали рисовать брови. На мой взгляд, они получились достаточно широковатые, но я пока решила попридержать коней и посмотреть, что будет со второй брови, потому что, может быть, под этот макияж, оно будет хорошо смотреться, поэтому просто ждем, наблюдаем. Ну, второе посмотрим. Пока вроде нормально выглядят. Глянем, как-то будет вместе смотреться. Если что, полуже их можно же, да, будем? Да, конечно. Все хорошо. Вы, как, получается, сначала стрелки начисовали, а как мы потом блестки и тени будем наносить? Все, будем поверх, если что, потом продублируем. Просто стрелки, видите, их нужно корректировать. Если мы накрасим тени... Я поняла. ...то это получится полная ерунда. Ну да, звучит логично. Согласна. Тут, конечно, со стрелками, я бы сказала, даже беда. Они прям совсем разные, хотя у Лиан не такое сложное веко, как у меня, например. Чуть пошире. Вот эта чуть поуже. Какая вам больше нравится? Именно при открытом глаз. Так что пошире. Пошире. То есть, то лучше расширить, да? Угу. А что, проще расширить или сузить? Это уже не важно. Это уже не важно, да? Я просто обожаю блестки, обожаю какой-то цвет. Это если у нас есть желание, либо можно ожидать какой-то цвет. Мне очень интересно, получится ли у Лиан нормальные стрелки в итоге, потому что то, что я сейчас смотрю, меня очень сильно травмирует. Видно, как тяжело это все идет, и мне, правда, в какой-то степени даже жалко, потому что, ну, в целом, пока что все настолько хорошо, и не хочется, чтобы стрелки изуродовали макияж. А у нас, как следует, получается, глаза, брови, потом тон, а потом губы, да? Глаза, глаза, ресницы, брови. Все, то есть, мы даем сейчас полностью. Глаза, а потом уже остальные. Там корица, да? Пить можно. Да. Ты сидишь или напишешь? Брови. Да, брови смотрю. Да, тут целая технология. Ну, то я теперь вижу щетки свой бок. Не, нормально. Да, абсолютно нормально. Потом уже, когда тон будем делать, я бы чуть-чуть, может быть, сделала потоньше, но уже консилером. Потоньше, да? Да. Сверху. А, да? Ну, давайте туда сейчас. Даже, знаете, наверное, не столько потоньше, сколько я бы арку сделала поменьше, а то как-то очень агрусивно. Да, именно наверху. Вот так вот. Понимаете, да, чем я? Во. Да, во, вот так вот, да, чтобы она помягче была. На слизистую? Да. Ну, какого? Нет, давайте синий сделаем. Мне кажется, синий будет хорошо. С волосами будет хорошо считаться. Смотрите, мы просто уже не сотрем. Да, ладно. Если вдруг поймешь, что не нравится. Тогда сделаем более спокойно. Окей. Потемнее такое я сделаю, чтобы как-то тоже было выражено. Да, давайте синий-синий класс. Я не раз себе делаю синюю подводку, поэтому... В плане синюю слизистую это не первый раз, поэтому у меня как-то синяка. Я чуть-чуть сделаю так, чтобы она была чуть-чуть на ресничке. Хорошо. Да, я тоже всегда так делала, чтобы было больше виднее цвета, да. Мне тоже предложили каялкать, я его и не люблю, в отличие от Лианы. Что говорите? Может, можем каялкать внутри покрасить, например, вот таким вот еще оттенком. Зеленым, типа, да? Ну, он как бы зеленый. Ну, я вижу, морская волна. Да, 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 примерно. Или можем... Синим, да, прям сделать? Прямо синим. Я сейчас еще один сделаю. Мои еще есть? А насколько он стойкий? То есть, оно не умрет на глазах, чтобы, знаете, вот не было таких вот пятен? Просто никогда не делаю. А, или совсем темным-синим. А я не знаю, сколько того сейчас с нашим коричневым бронзовым будет сочетаться? Да, точно будет сочетаться. Будет сочетаться? А мы можем это в самом конце посмотреть, когда уже полностью макияж глаз доделаем, ну, сколько он туда нужен? Так, присядь. Наследистая? Да. Ну, какого... Нет, давайте синий сделаем. Мне кажется, синий будет хорошо с волосами. Смотрите, мы просто уже не сотрем. Да, да. Если вдруг поймете, что не нравится, тогда сделаем более спокойно, да? Окей. Потемнее такое я сделаю, чтобы как бы тоже было выражено. Да, давайте синий-синий класс. Я не раз себе делаю синюю подводку, поэтому... В плане синюю слизи стоит не первый раз, поэтому у меня как-то синяка. Я чуть-чуть сделаю так, чтобы она была чуть-чуть на реснички заходила. Хорошо. Да, я тоже так делала, чтобы было больше виднее цвета, да. Да, синий класс. Синиму я всегда ставлю лайк. Сразу глаза выглядят иначе синий. Не, ну с темным другим цветом тоже было бы красиво, но так как выглядит сама по себе яркая. Угу. Бам, да. Угу. Синий класс. Губы я бы хотела, чтобы мы с вами сделали попухлее с помощью макияжа. Ну, пунктур, да, сделаем чуть повыше, но сильно не буду. Вот как вы в интернете видите вот эти вот... Да. Ну, не так, конечно, чтобы вот так вот было, да. Вот так. Когда у вас тут все отрется? Угу. Нет, ну я конечно буду свою носить помадку. Решила использовать бронзовый цвет. Ну, прикольно. Прям такие вытянутые сразу стали вообще как будто другие глаза. Но мне, кстати, нравится. Красиво выглядят. Так выглядит. Очень интересно. Сейчас еще подклеим. Супер. А реснички как мы будем с вами подклеивать? Моих в уголки сделаем или прям по всем глазам? Как вы думаете? Я думаю, наверное, лучше по всем. По всем, да? Да. Давайте по всем поражаем. Мне кажется, хорошо. По крайней мере, мне комфортно. Я не вижу, ну, что было нехорошо. Так что можем приступать. Получается, кто? Да. Так, у нас по времени получается еще целый час. Нам хватает часа всем? Все хорошо? Да, конечно. Ладно. Только вот. Все, супер. Мы на первую очередь будем внести базу, которая будет с эффектом сияния, если вам нравится. Ага. Сверху сияния. Сверху сделаем матовый тон. То есть он немножечко будет давать вот этот эффект. Не, я думаю, знаете, наверное, без этого обойдемся. Пусть все будет лучше такой прям матовый-матовый. Ну, щипцы вот эти для ресничек, да, которые подкручивают, они не помогают. Ну, они помогают, но ненадолго. Ресницы настолько вот упрямые и прямые, что их даже невозможно надолго уложить. Вот как тут я заметила, что вы карандашик точите, все стачиваете. А вот, ну, что все такое, а тушь из тюбика? Я дезинфицирую дома. А, дезинфицирую у тебя дома как-то? Да, в конце я и обшипываю этим, дезинфекторы. 500 рублей. Какие глаза свои большие. Так, тон получается... Сделали даже? Да. Хорошо. Самое главное то, что он не желтый, потому что очень часто появилась такая проблема, что у меня используют тон, он сильно желтит кожу. Ну, возможно, это сделает, что тон такой желтый-фарты. Ну, как бы вот такой желтый-серый, на самом деле. Ну, просто серого здесь больше, ну, как мне кажется, наверное. Ну, может быть, кто-то считает, что больше желтого, да. Ну, и желтый больше натуральный, ну, как бы, чтобы создать, ну, вот этот эффект натуральности, возможно, не делаю вот таким желтым. Не, вот так мне нравится гораздо больше. Блин, у нас прикольный макияж получается, не знаю почему, но я вижу в этом вайп балерины, я не знаю почему. Ну, и моя поделина лица с большой черной формы еще? Может быть. Нет, я хотела сказать, я думала, вы сейчас кажетесь за утащенную форму стрелок, я такая, конечно, да, как обычно, не договорил, поспешила. Я скажу так, мы же специально с вами сегодня все про заранее, да, все это делаем, чтобы можно было проверить в течение дня. Да. Поэтому для меня главный критерий будет, знаете, наверное, здесь не столько, сколько цвет, сколько стойкость, поэтому давайте сразу выбирать из самого мега стойкого, чтобы в течение дня я ничего не поправлял. Просто я не буду этого делать. Это я, это я, это не понимаю, просто в любом случае. Честно, все это время, которое мне делали макияж, я думала, ну, может быть, вот сейчас произойдет какая-нибудь ерунда, но вот сейчас что-то случится, ты уже просто настолько готов к тому, что произойдет все, что угодно в любой момент времени, что подсознительно этого ждешь. Но нет, все было реально просто хорошо. Я даже не знаю, что еще сказать. Все было хорошо. Конечный результат сейчас вам покажу вместе с Лианой и буквально несколько секунд и увидите, что у нас там получилось. Как обычно, мне закончили раньше. Или хочется контур чуть темнее сделать? Я бы, наверное, чуть темнее сделала сами губы, потому что, мне кажется, сильно видно контур, то есть как будто надо чуть темнее сделать контур и чуть темнее сделать губы, потому что я вижу просвечивающую свою полоску губ, поэтому я затемнела. Она очень темная тоже не хочу делать. Несмотря на то, что визажистка не хотела делать более темный цвет, более темный контур, она тем не менее взялась за пожелание Лианы. Но насколько стал лучше, судить уже, конечно, ей. У вас какой-то? Приводка, да? Алька, шикарно. Алька, шикарно. Сколько? Алька, шикарно. Хорошо. Ну ты хочешь, как обычно, ты себе самарисушишь эти штуки. Да, но мне предложили прикольное, что сделаем уголочек, а то сюда в блесток сверху вот этих же добавим. Ну, звучит интересно. Посмотрим, как будет. Вот так давайте, тогда можно без хайлайтера. Тогда я за. Ну, просто слишком много сияния разного в одном месте. Угу. Угу. У визажисты Лианы тоже, как видите, здесь все очень чистенько, все лежит по своим местам. Косметика полная мешанина. Есть прям как бренда подороже, как побюджетнее, так и масс-маркет. В целом, от набора моего визажиста не отличается. На самом деле, хоть по традиции я закончила раньше, не могу сказать, что Лиану прям как-то еще долго держали. Может быть, разница между нашими макияжами составила всего 15 минут. Короче говоря, оба визажиста справились за отложенное время. Да, получилось? Да. С тысячами, да. У вас 4 тысячи, да, получилось? Да. Окей. Ну вот и все, ты замужем теперь. Так, Давид, оценивай от одного до десяти женщину, невесту. Вот у нас сегодня день свадьбы, оценили. Свадебный макияж мой. Блестячий. Так что значит? Это все, что я могу сказать. То есть, ты хочешь сказать, что тебе не нравится мой макияж свадебный? Какой бы тебе ни был макияж, мне бы понравился. Потому что ты... Я, честно говоря, думала, что будет хуже. Вот. В целом, не уверена, что из меня получилась нежная невеста. Но я думаю, что в целом мой образ от слова нежность достаточно далеко находится. Вот заставила Килиану встать на колени. Да, только хотела сказать, чтобы вы понимали, Лиз сейчас перед вами на коленях. Поэтому теперь и я перед вами тоже на коленях. Вы думаете, я буду? Нет. Мы, ну вот, каемся в своих злодеяниях. Хорошо, мой проверитель. Вот макияж Лианы. Что ты скажешь про свой макияж? На свадьбу я бы такой макияж точно не сделала. Сто процентов. Я бы... Теперь я на коленях, а лица надо мной с камерой. Мне как-то немножко странно. Ты можешь встать. Ну нет, я постою. Ну, постой, давай, рассказывай. В целом, я привыкла к этому макияжу. И выглядит не так плохо, как мне казалось сразу. Но здесь у меня точно разные стрелки. Плюс одна стрелка кривая. Плюс губы. Я сказала, что я хочу, чтобы она нарисовала их попухлее. Но очень видно, что вышли за контур. Я не знаю, видно ли это сейчас вам на камере. Но когда мы ехали в лифте, там довольно яркий свет. Прямо было очень сильно видно, что вот мой контур. А 3 миллиметра над ним контур, нарисованный карандашом. Честно говоря, я думала, что будет гораздо хуже. По той или же самой причине, что обычно такие макияжи, и я, они не то чтобы совместимы. Они, в принципе, имеют той совместимости. В этом же случае, мне кажется, выглядит не так плохо. А поверните вот так вбок. Тот. То есть, знаешь, смотрю сейчас на свой макияж. И что я могу о нем сказать? Ну, да, действительно, глаза выглядят достаточно нежно. Причем изменилось форму глаз, что мне нравится. Косяков явных я, правда, здесь не вижу. Когда я их видела, я об этом сразу сообщила мастеру. С бровями тоже все нормально. То есть, это, мне кажется, абсолютно такой классический. Даже не классический, а классический креативный. Потому что все-таки невесты предпочитают такое мегасовское. Вот. Что касается подходящей стемнета макияжа. Мне не нравится. Мне кажется, он мне не идет. Но с точки зрения техники всего такого, я не могу ничего сказать. Конкретно в твоем случае это похоже на твой классический макияж. Я не знаю, что было. Но он выглядит так, как будто, ну, ты сама накрасилась, грубо говоря. То есть, это абсолютно далеко от референсов в целом. Я даже не понимаю, что общего между этим макияжем и реком. Ну, то есть, для меня он, ну, абсолютно не похожий. Ребята, я не знаю, как кажется вам. Но вот, картинка для сравнения. Посмотрите на этот макияж и макияж Лианы. Мне с точки зрения, нравится вам или не нравится. С точки зрения, похожи ли они между собой или нет. Потому что, на мой взгляд, это проразное. Единственное, вот стрелки я себе в обычной жизни не рисую. И да. А так все в целом. Но мне очень понравилось, что мастер была девушка, очень приятная. То есть, поначалу мне так не показалось, когда мы только познакомились. Да, она какая-то неприятная точно не произвела, это правда. А потом, когда мы общались, она была милой, приятной. Ей было важно, как я себя чувствую. Ей было важно, нравится ли мне макияж, идет ли он мне и так далее. Ну, знаешь, за 4 тысячи рублей, да. 4 тысячи рублей. У Лисы это 2 с половиной, между прочим. И реснички вошли в комплект. И реснички, да. У меня реснички 500 рублей отдельно. На самом деле, вот чисто, если как за цену с выездом, мне кажется, нормальная цена. Если вот было бы в салоне, мне бы показалось 2 500 хорошей ценой. Но тут, мне кажется, 4 справедливо, когда человек ехал, тратил свое время на дорогу туда-обратно. Как думаешь? Я все считаю, что мой макияж лучше, как обычно. И что нового? У Лисы всегда лучше макияж. У меня обычно лучше ногти, но макияж всегда лучше у Лисы. Это стабильно. Маме даже сказала, что этот макияж один из самых креативных, которые она делала на свадьбы. Ты угораешь? Я не угораю. И был момент, когда она мне нарисовала стрелки, и они были разные. Я в этот момент ей сказала, типа, серии стрелки разные, мы обоих по-другому нарисуем. И она стала рисовать мне вот этот вот уголок, который здесь находится. Когда я нарисовала этот уголок, я сказала, хорошо, так и оставляю. Она очень удивилась, почему мы это так оставляем. Такая, ну, нормальная техника, выглядит хорошо. Она такая, обычная просто, вообще даже минимальные такие отступления девушки очень критически воспринимают. И им это не нравится, они просят все лучше полосы закрасить. Поэтому она удивлена, что мы на такой креатив не иронично согласны. Хэ, креатив. Короче, я максимально довольна этим макияжем. И официально это лучший макияж, лучший мастер, который был у меня за всю историю этой рубрики. А вы пока посмотрите вот это видео, которое было до него. Недавно я была в салоне, куда ходит инстасамка. И сделала на него обзор. Хозяйке салона это очень не понравилось. И она решила выставить все так, якобы я в этом видео вру. Обманывает. Высосить с пальца нужно, обмануть нужно, создать сенсацию нужно. Кто ты? Ты не кто. Не улыбайтесь здесь, не видите себя как лиза облюдки. Нет, ладно, я не буду просить прощения, потому что я не чувствую себя виноватой. Вообще, честно, я об***ю на всей этой истории. Меня это очень дико возмущает, потому что я...